35 лет прошло с момента вывода войск из Афганистана. В Мормонске многие ветераны конфликта сейчас занимаются помощью участникам спецоперации и патриотическим воспитанием молодежи. Примерно те же цели преследует проект из-за полярных журналистов «Книги на русском». Презентация фильма о котором состоялась в одном из кинотеатров города. Также в областном центре стартовал профессиональный конкурс «Педагогические надежды» и «Форум молодых ученых». Подробности в новом выпуске программы «Городские фроники». Встреча с военными интернационалистами – мероприятие ежегодное. Но в этом году дата круглая. Ровно 35 лет назад из Афганистана было принято решение вывести войска. Миротворческий контингент находился на территории республики с 1979 по 1989 год. «Помянуть павших, вспомнить подвиги живых и чтобы наша молодежь знала об этом и помнила, что есть те светлые черты характера и мужества у наших людей, которые не отнять и не отобрать, а нужно из поколения в поколение передавать». Служившие в Афганистане помнят события, происходившие в 80-е, на Ближнем Востоке так, как будто это было вчера. «Все время снится эта вот земля красная, Ангола, мои товарищи. И, конечно, никак не выходит, как только снится Ангола, то всегда какое-то напряжение, ожидание чего-то. То есть вот это напряжение опасности». Сейчас многие ветераны Афганистана занимаются сбором гуманитарных грузов для участников специальной военной операции. Мурманское отделение даже организует караваны, которые везут необходимое бойцам на юг. Помимо этого, афганцы занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Помещение общественной организации в городе – это большой музей, который нередко посещают школьники. «Тем более мы приняли в конце года закон о патриотическом воспитании в Мурманской области и проговорить, если они еще не знакомы, познакомились с ним, если знают, что еще добавить в этот закон, потому что, принимая закон, мы сказали, что, пожалуйста, от общественных объединений, от наших ветеранов, кого будут какие предложения, мы готовы рассматривать на комитете Михаила Васильевича Алиных, чтобы внести поправки в этот закон». Во время встречи участники также обсудили дальнейшее развитие взаимодействия молодежных добровольческих объединений с ветеранским движением региона. Цель патриотического воспитания молодежи преследуют и «Книги на русском». Это проект, организованный Мурманским региональным отделением Союза журналистов. В рамках инициативы было собрано более 18 тысяч изданий. Литературу отправили в школьные библиотеки Луганской народной республики, куда ездили мурманские журналисты. Во время визита родилась идея гуманитарного проекта, а заодно и ленты. «Фильмы начали снимать в конце сентября прошлого года, ездили несколько экспедиций, в конце октября съездили в Луганск и фильмы смонтировали, окончательно сделали его только в конце января. То есть получается, что работа над лентой шла больше трех месяцев». А вот идея книг на русском появилась во время командировки на Донбасс еще в позапрошлом году. Тогда мурманские журналисты увидели, что в местных библиотеках полностью отсутствуют книги на русском языке и поняли, что это дело нужно исправлять. «Поездили туда, в Луганск, Луганскую народную республику, беседовали с людьми, были в школах, библиотеках, видели все собственными глазами, что там происходит, и видели у тех самых детей, для которых мы эти книжки привезли». В проекте, к слову, приняли участие более тысячи жителей Мурманской области, которые приносили в пункты сбора литературу со своих книжных полок. «Надо помогать во всем. И то, что мы сейчас собрали книги, порядка 18 тысяч отдали в библиотеки, передадим в школьную библиотеку, уже передали. Это крайне важно, уже школьники начнут изучать русскую литературу. Вот то, что у них заложено в школьных программах. Вот я думаю, что помощь, которая была оказана, это очень-очень здорово». Документальный фильм, в свою очередь, знакомит зрителей с работой журналистов, корреспондентов, фотографов, радио и телеведущих. «Сегодня 9 октября, понедельник, и в нашем выпуске следующие новости. В Москве состоялась презентация арктической кухни. В Мурманске на маршруты вышли 30 новых троллейбусов. И начался сбор книг в рамках журналистской акции «Книги на русском». Перед входом в кинозал организаторы расположили выставку фотографий, сделанных во время поездки. Снимки помогают зрителям окунуться в атмосферу происходящего на новых территориях. «Старались показать жизнь города, фронтового города, как живут мирные люди, с чем они сталкиваются каждый день, как ходят на работу, как учатся, как читают книги. Вот жизнь. Это наша задача поехать, показать, рассказать вам». Организаторы акции выразили благодарность всем неравнодушным северянам, которые в свое время откликнулись на идею. Это и люди, которые приносили книги, и волонтеры, сортировавшие и паковавшие груз. Курьеры, доставившие книги от тех, у кого не было возможности принести их лично. По словам сценариста фильма Светланы Солдатовой, вместе они сделали большое дело. Также в областном центре стартовал профессиональный конкурс «Педагогические надежды». Это фестиваль молодых учителей, который проводится в Мормонске в 16-й раз. В этом году организаторы отмечают небывалое число участников – 48 педагогов из разных общеобразовательных учреждений нашего города. «Это не только и не столько конкурсные мероприятия, сколько мероприятия, направленные на повышение квалификации молодых педагогов, на команды образования. Все для того, чтобы они стали частью нашей дружной компании, так скажем, команды мурманского образования, мурманских педагогов». Для многих учителей этот опыт участия в фестивале первый. Во время событий они поделятся своими наработками, а также узнают, как преподают их коллеги. Ведь в современном, вечно меняющемся мире уже не так просто удерживать внимание детей. «Новерное, самое главное – это заинтересовать через разговоры, через объяснение. Не просто вот так должно быть, а почему так должно быть. То есть, чтобы дети, у них была мотивация задавать вопросы, интересоваться, не просто потреблять знания, а потреблять их и анализировать, применять на практике». Учителя представят свои творческие и профессиональные идеи в восьми номинациях. Всех участников педагогических надежд ждут три испытания – сама презентация, открытый урок и самоанализ урока. «Конечно, я бы хотела получить новые знакомства, приобрести опыт. И думаю, что в любом случае подготовка открытого урока занимает больше времени. Ты углубляешься в тему, чтобы продемонстрировать ее наиболее ярко». Завершится конкурс 19 февраля на турбазе «Парус», где учителей ждут спортивные состязания и мастер-классы. А торжественное подведение итогов состоится 5 марта. Всех участников фестиваля наградят дипломами и призами. Сферы образования и науки тесно соприкасаются. В Мурманской области более двух тысяч ученых ежедневно они трудятся в разных отраслях, внедряют новые технологии и работают над всесторонним развитием региона. Но для того, чтобы заниматься научно-исследовательской деятельностью, необходима поддержка, в первую очередь от государства. «Оказывается всесторонняя поддержка на всех уровнях. Здесь и правительство Мурманской области. Если мы вспомним цифрой 2019 года, то было выделение средств в районе 2,5 миллионов рублей, то в этом году финансирование выросло в сравнении с 2019 годом почти в 40 раз. И порядка 90 миллионов рублей». В регионе действуют именные и социальные стипендии губернатора. Ученые имеют возможность получить средства на строительство дома в рамках программы «Свой дом в Арктике». Здесь же компенсацию за аренду жилья. А чтобы популяризовать научную сферу, организовывают проекты, где даже самые юные ребята могут продемонстрировать свои таланты. «Я занял третье место на конкурсе «Шаг в будущее» своей проектной работой «Изготовление электрогитары в домашних условиях». «Я представляю свой научный проект – создание конвертера десятичных чисел в двоичные на основе контроллера «Ардуино». Он позволяет переводить из десятичной системы числения в двоичную». В рамках форума для молодых и более опытных исследователей подготовили научно-популярные лекции, выступления, приглашённых гостей. Здесь действовали круглые столы и мастер-классы. «Отворение молекулярной кухни. Особенность этой лаборатории в том, что они изучают способ получения икринок при помощи альгината натрия и флорида циальция. То есть они получили растворы, получили икринки с заданными свойствами и, соответственно, изучили основы, в чём особенность молекулярной кухни». Принял участие в событии Андрей Чибис, он лично пообщался с участниками форума и ответил на волнующие ребят вопросы. А в конце встречи наградил победителей и лауреатов различных конкурсов, а также молодых учёных, удостоенных именной стипендии губернатора Мурманской области в 2024 году.